Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это новый сезон, немножко разведенный. Весна, короче, нам приносит много сюрпризов, много подарков, и мы готовы обозревать. Да, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, там вы будете узнавать о том, что я уже начинаю снимать, что планирую вообще по жизни. Очень интересно, очень информативно, ссылка находится в описании. Подписываемся и начинаю смотреть новые выпуски. Поехали! Алена и Василия Семикины. Краснодар. Были в браке 16 лет. Так, 33 и 40 лет. Алена Семикина, 33 года, два высших образования. Работает на двух работах. Руководит агентством, оказывающим юридические и консалтинговые услуги. И помимо этого, Алена практикующий психолог гештальттерапии. Василий Семикин. Тут, конечно, очень умное слово, блядь, для меня. Гештальттерапии. Напишите в комментариях, что это такое за психолог, какой-то там гештальттерапии. Немецкий, типа? Семикин, 40 лет. Среднее специальное образование. Кем только не работал за 20 трудовых лет. Потом почти год сидел на шее у жены. Пару месяцев назад устроился водителем лесовоза. Но на семейном бюджете это пока не отразилось. Супруги познакомились больше 20 лет назад, когда Алене было всего 12. Нормально так. Всего-навсего 12 лет познакомились. Говорит, привет, малыха. Как там твой цветочек? В 16 она разогнала всех воздыхательниц Василия и с тех пор они вместе. А вот это сейчас рассказывают. О, это, блин, изнасилование. О, наши родыки. Особенно бабки, если спросить без детки. Это они там в 12 лет нормально сеновали, отдыхали. Но уже 2 месяца находятся в официальном разводе. Хотя и живут как муж и жена. Основная проблема читы Семикиных. Алена устала тащить семью на своих хрупких плечах. Пока ее муж играет в стрелялки и даже не помнит, когда в последний раз делал для нее что-то приятное. Участие в эксперименте, последний шанс спасти отношения. Стрелялка он играет в 40 лет. Ты посмотри на него. Что, опять с телефоном? А что, мешает? А, в папу гоняет. Когда компания нет, у телефона это лучший мой друг. Да бесит уже, не мешает. Хватит играть, займись уже с самого утра. Чем-нибудь займись. Да у него каска идет. Сейчас вся семья держится абсолютно на мне. Потому что муж, ну, зарабатывает меньше, чем я. Я хотела бы, чтобы мой муж, пускай, вот это свободное время он будет тратить на заработок какой-то дополнительный. Алена всегда от меня ждет, что я завтра могу чуть ли не стать крутым бизнесменом, который будет приносить сотни-сотни тысяч зарплаты. Она все время находится в каких-то розовых очках. Что ты одни бутерброды готовишь-то? Можешь что-нибудь нормальное приготовить? В смысле? Тебе что, еще кашу приготовить? Слышишь, блядь? Кашу, блядь. Амара тебе в сраку. Каша это в этих домах, это элитное блюдо. Как я понял? Бутерброд так, а каша это уже надо заслужить. Кашу, блядь, что-нибудь другое. Ты огрызил, что ли? Встань, убери свой телефон и поготовь сам самостоятельно. Мне жена нужна. Я не буду тебе ничего готовить. Почему? Ты знаешь, что я себя даже женщиной не чувствую? Я уже задолбалась, правда, вот в эту игрушку. Каждый день стрелялка, стрелялка, визжалка. Она уже надоела мне. Это не каждый день, видишь? Я тебе телефон зачем этот купила? Ну и что такое? Чтобы ты играл и, блядь, его разобью, блядь, скоро. Ты меня достал уже. Вот так вот реагируешь. Это время ты можешь мне посвятить, понимаешь? Мне. Такое чувство, знаете, что он типа не муж, а сын. То есть мамка купила сыну телефон. Тебе что телефон купила? Что ты учился? А ты что не учишься? Сходи со мной куда-нибудь, съесть и выгули меня. Муж вообще не писал, что у меня происходит. Выгули меня. Если что, ребята, вы будете слышать смех за кадром. Это Снежка не охрипла, если что. Это Димон-братан. Димон-братан, помахай рукой. Димон-братан. Стойки! Все, спасибо, Димон. Так что сегодня Снежка немного в отдыхе. Димон-братан. Он вообще не интересуется. Вот пока он кушает, он может еще послушать. И то это будет так, полуха. А потом он берет свой телефон. Он говорит, я устал. И начинает вот это все в телефоне. Он может сидеть часами, просто днями. Он даже там стреляет. Выкину его. Даже в кармане стреляет. По правилам эксперимента, один из супругов может принять одиночку на своей территории. Или оба они разъезжаются. Ухожу от тебя. Тебе тоже разъезжаются? А может, ты еще здесь решил остаться? В смысле, ты вещи собираешь? Собирает он вещи. Ты не будешь здесь оставаться? На моей кровати, чтобы там какая-то кобыла валялась. Ты что, пошутил, что ли? Так не будет? Нет. Похоже, Василий именно так и рассчитывал. Остаться с одиночкой здесь, как-никак, дома и стены помогают. Но не тут-то было. Васин гардероб мигом переехал из-под... Вот все выезжают. Она собирает сумку, а Вася так соберется. Кровати в сумку. А вот это что за трусы у тебя? Новые, что ли? То есть ты еще себе трусики подкупил, да? А что, я должен в старых? А с женой можно в старых? А с женой можно в старых. А с кобылами известные можно в новых? Нужно в новых. Нужно в новых. А новые отношения, новые трусы, да? Новые, 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 смотри. То есть, мне трусы нельзя, тебе платье новое можно. Как ты в трусах новых? Я буду с новым платьем. Собираемся. Бля, прикиньте, то есть срач из-за чего? Что мужик трусы себе купил. Бля, трагедия в семье. Это как это ты трусы новые купил? Это тебе втащить. Бисишь меня, козел. В 33 года не стоит держаться за семью, если нет отношений, если нет чувств. Потому что в 33 года и в 45, я думаю, возможно найти. Даже в 60? Когда ты любишь себя, когда ты выглядишь эффектно, это не вопрос. Каждая семья сама определяет границы дозволенного в рамках эксперимента. Только я узнаю, что ты с ней спал. Или что-то подобное. Это если я узнаю, что ты спала. И тебя предупредила. Я это отторву, бля. Один раз ты своими м***ми что-нибудь сделаешь. Это я должен переживать, что другой мужик на тебя залезет. Залезет. Я вообще против. Против того, чтобы тебя кто-то лапал. А кто тебе сказал, что меня будут лапать? Я тебя ни в чем не ограничиваю. Хочешь, иди в этих трусах, что хочешь делать. Но только я тебя предупредила о последствиях. Поклон. Если будет что-то... И написать, если вдруг... Понял меня? Ты пойдешь, как минимум, к ней жить. Понял? А я бы хотела, чтобы ты понял, что я могу уйти. Такая баба, да? Ну, возможно, он на самом деле не работает, но девка такая. Такая, типа, дерзкая. Ты понял? Ты на шарах по жизни, бля. Тебе надо молчать, бля. Телефон сюда. Меня потерять. И ты знаешь, что если я начну другие отношения, я никогда не вернусь обратно. Я тебе еще шанс даю. Тише, бля. Так что это оцени, бля. Знаете, это как бы... Так и бы. Для сбарского плеча вывалю, типа. Еще раз, бля. Еще раз узнаю. Знаешь? Для понимания, что ты можешь просто меня потерять. Супруги звонят мобильные телефоны в обмен на планшеты, по которым смогут общаться во время эксперимента. Ты мне же дерзко одеваешься. А что тебе-то? Э, ключи отдал быстро. Тихо. Это моя машина вообще-то. Да вы эту машину тоже вкладывали. Да мне пофиг, это моя машина. Отдай. Во-первых, я за нее плачу деньги. Да чего ты... Я не позволю тебе с чужим мужиком на тачке кататься. А я тебе с бабой, бля. Я тебе с бабой, что ли? Я тебе сказал. Что, бля, отдал, я сказал. Я тебе... Бля, хану. Машину? Нет, я тебе не разрешала. Я тебе что-то сказала. Ключи отдай. Я тебе ключи не отдам. Не поедешь. Все, давай сумку порвел. Не поедешь, я тебе сказала. А, да, а это у них такая, типа, а это у них неплохая кида. Сумку порвел. А это нет? Нет. Нет, ну, судя по всему, покупала она под себя. Ну, судя по виду, по цвету. Сказала, нет. Такого поступка со стороны мужа Алена точно не ожидала. Стоять. Закрылся. Я тебе что-то сказала, блин. Она и так многое прощает супругу, но только не угон ее любимого автомобиля. Пожалуйста. По правилам эксперимента, незнакомцы, с которыми предстоит жить, сюрприз для мужа и жены. Но свои пожелания супруги высказали заранее. И им подобрали соответствующую пару. У меня же давно свидания не было. Вообще нервничаю. Я считаю, что она должна быть такая же, как Алена. Потому что другой я, ну, не представляю девушке. Такая прям вот, чтобы шла и зацепила меня. Вы случайно не Яна? Ой, а вы Василий? Да. Какая случайная вообще, блин. Блядь. Всегда, когда люди идут, я укажу, что Яна, нет, вы не Яна. Ой, какая случайная неожиданность. Василий, блин. Вас ждала, пока решила пробежкой заняться? Да. Ой, блядь, а ты накачанная, я посмотрю. Я... О, ты боже мой, блядь. Сколько там этого гуталина в лице твоём накачано, да? На старовой. Боже, ты даже такой куча, что и лоб накачали, максимум. 31 год. Из Москвы. Управляющая магазином по яхт-снаряжению. Увлекается парусным спортом. Из предыдущих отношений сбежала, испугавшись тотального контроля любимого мужчины. Теперь Яна не торопится меня. Статус боится потерять свободу. С помощью эксперимента хочет узнать, возможно ли эта свобода в браке. Ну что, что-то холодно? Пойдёмте, может? Губки визу накачала. Тебе вещи возьми. Конечно же. Ты все три вещи? Ну да. Одиночка Яна приехала в Краснодар в командировку. Закончив все дела, она решила принять участие в эксперименте. Тем более служебная квартира была в полном её распоряжении. Располагайся. Яна симпатичная девушка, такая спортивная. Ухаживает за собой, сразу это видно по её лицу, то есть губы, глаза. Ну видно, что она городская чика. Смотрю, мужик такой стоит, вроде ничём. Машина такая, ну тоже нормальная. Мне нравятся такие уточки, как они разговаривают, блядь. Ну типа, это как она сказала, служебная квартира, на самом деле телеканал в аренду как бы дал, ну то такое. Думаю, что баба его там с жиром бесится. Располагайся пока здесь, а я пока схожу в душ. Чистите, как дома. Я пойду схожу в душ, бля. Письку помою. Муж Василий буквально воспринял слова Яны и по-хозяйски всё проверил. Пустой холодильник. Ну короче, это не обжитая квартира, которую... Тем временем и жена Алёна почти добралась до своего одиночки. Конечно, не на своей машине, на такси. Я очень надеюсь, что мужчина, который будет за этой дверью, он будет обаятельный, привлекательный обязательно, но и самое главное интересный. Можно с ним будет обо всём поговорить. Вот погулять, не знаю, какой-то вот прям с энергией на движение весь. Я надеюсь, такой. О боже мой. Мать моя женщина, бля. Мужчинка який. Не заходи, не стесняйся. Так. Помогу тебе. Спасибо. Давай знакомиться? Давай. Алексей? Алёна. Ну что, раздеваться будем? Да, конечно, будем. Но я смотрю, тебе уже не надо. Да я в костюме Адама, видишь? Алексей Волов. 40 лет. Из Москвы. Спортсмен. Лёша, ты что-то чуть поправился. Фитнес-тренер. Прожил 7 лет с девушкой в гражданском браке. Но она ушла, так и не дождавшись от него предложения руки и сердца. С помощью эксперимента хочет понять, зачем вообще нужно заключать официальный брак. Собаки такие. Сейчас я хочу понять, люди живут даже после развода вместе. Ага. И зачем вообще нужен этот брак? Они живут со мной. Ну что, вот мои хоромы. Как, тебе нравится? Ну ничего. Бля, ну где хоромы? Ну видно, тоже съёмная хата. Ну, ну прям, знаете, вот. Я думаю, каждый человек видит, когда обжитая квартира и когда это съёмная хата. Ну вот прям съём-съём. Вот прям, ты вот видно. Вот ты такой, бля, огромный мужик. Так и любишь такую простынь в цветочках, бля. Вот прям, ты в душе романтик, стопудо. Вот прям ты выбирал эту накидку на кровать. Ну, квартира. А вот ты выбирал ещё и вот этот вот шкаф тоже в цветочках. Прям вот видно, что под себя делается. Конечно, съёмная у меня, видишь, я тут. А, съёмная. Ну, да, съёмная. На неделю, пока съёмки. Специально приехал к вам в город. Провожу семинары там по спорту, обучаю людей, как правильно тренироваться. Как правильно питаться. Очень круто, да? Располагайся. А? А чё, одна кровать села? А чё? Нет, спасибо, я в кресле. Ну, у чувака есть мышцы, но у него ещё достаточно и жира, я вам скажу так, видно. А спать здесь? Слушай, а как вообще вот это всё раскладывается? Да это, слушай, элементарно, Ватсин. Да ладно, ты чё? Чувак на массе. Ну, вообще-то я девочка, я даже не представляю, как это. Ты мне можешь разложить это или как? Ты потрогай мягкость. Может, тебе понравится? Я так-то не привыкла на такой. Вообще не привыкла на такой спать. Слушай, вообще жёсткая, да? Да. Ты любишь пожёстче? Давай эти подробности упустим. Ты можешь со мной поменяться, как с девочкой? Ну, ты любишь пожёстче. Так. Тогда поменяюсь. Люблю пожёстче. Ну, ладно, я как истинный джентльмен, конечно. Ну, конечно, я уступлю тебе своё мягкое место. Спасибо большое. Я никогда не буду спать на кухне, потому что, ну, я считаю, что это как минимум не по-мужски. Мужчина должен делать поступки в отношении женщины. Независимо от того, нравится она ему сегодня, либо нет. Потому что сегодня она может его бесить, а завтра он будет её просто обожать. Это как у него в личной жизни, то да? Питание правильное, опять же, да? С него уже иначе только правильное спать. Только. Вообще, что скажешь? Ну, это понятно, история не про тебя, конечно, но пока ещё. Поём не о ней. Это что за вас? Посмотрев на Алексея, я поняла, что он злой, голодный серый волк. Его нужно срочно накормить. Я заглянула в холодильник, в холодильнике ничего нет. Конечно, ничего нету. Спустилась быстро до магазина, купила ему наггетсы. Съёмная хата. Ну, чтобы быстро приготовить, так вот, чисто на ***. Прям правильное питание, купила ему наггетсов. Быстрее и всё. Шикарно. И бургер ему сделает. О, Пушистик, что-то готовит уже, смотри-ка. Слушай, это что за хрень? Это наггетсов. Что за мусорный? Что, ты это ешь? Ну, ты знаешь, в магазине что-то ешь? А ты реально это ешь, что ли? В магазине ничего не было другого. Слушай, я даже собаку вот этим не кормил. Да ладно. Собаки это даже не едят. Ты что? Да ты будешь. А это что, жир? Сыр? Сыр, да. Это типа сири, жиру жир, что ли, или что? Нет, это сыру. В смысле сыр? Чувак сыр никогда не ест. Сыр. Это вообще не еда. Да ладно. Ты, я понимаю, что я голодный что ли сегодня буду, или что? Ну, ты же сам сказал, приготовь. Вот я тебе приготовила. Хоть воды просто обычной попить. А, то есть ты это есть не будешь? Слушай, а ты не едай. Вот так. Не хочешь, не надо. На тебе. Я всегда так делаю. Не нравится, я не заставляю. Но и оставлять я это не буду. Выкидываю. Твоя тема, это водичка просто? Конечно. Если выбирать из вот этого к**а и этого к**а, то уж лучше просто воды к**а. А как ты вот это вот накачал? Вот без этого к**а, без этого к**а. Вот это, наверное, у меня было, я не знаю, лет до десяти. А ты, походу, из этого возраста даже не вышла. У меня к**а грудь. У меня к**а талия. Вот только на груди. О, бля, все начинается. Я мать, мисс вселенная. Талия у меня. Но я тебе и не покажу. Хотя по ней видно, там неофигенная талия. Вы меня просите, там как бы немного спасательный круг уже нарастает. Но для нее офигенная талия. Сиссия у меня лучше, чем у помелки, бля. И все остальное у меня тоже очень хорошо. И не воняет даже. Вы обоспорить, никто не факт. Да, это не твое дело. У меня все очень хорошо. То, что тебе не нравится, это сугубо твое личное мнение. И держи его при себе. Мужчина себя так никогда не ведет. Я тоже считаю, что определенно и внешне, и фигурой человек должен следить за собой в первую очередь. Алена у меня красивая. Очень красивая, считаю. Ты лучше расскажи, чем ты занимаешься. Такие же ты хотел спросить. А, меня? Ну хорошо, давай я расскажу. Я вообще занимаюсь, у меня консалтинговое агентство. Я занимаюсь активной психологией. А что тебя в итоге-то сюда привело? Да проблема у меня с мужем. То есть в твоих проблемах виноват? Нет, нет, нет. Ты его не винишь? Ну, как тебе сказать? У него реально есть некоторые зависимости. Я не знаю просто как от них множат. Алкоголь? Да нет, конечно. Ты что? У него игровые. Он играет в телефоне, в компьютере. Мне это так раздражает. На тебя времени нет. Верно. На семью не дает, да? Так, слушай, ну ты же психолог. Да, да. А что ты ему помочь-то не можешь? Ну, не получается с ним, потому что он абсолютно непробивной. Конечно, за 16. Все, извините, тут как бы мои способности, все. Как бы я психолог, ну... Капец у меня выучил и знает, как я могу его там... Слушай, ну вот, может, реально проблема знаешь в чем? В чем? Вот, ты видишь, там, наггетсы, там, пельмени, там, не знаю, сыр. Ну ты посмотри, кого ты себя противил? Эй, ты что? Ты что, дурац? В смысле, бля? Что ты меня вот это трогаешь, бля? Шикарно я выгляжу. В смысле, что ли? Вот это что такое? В смысле что такое? Может быть, он это в тебе и не любит? Слушай, ты что-то пуханка. В бизнесе, не знаю, реал, как уж... Задолбал! Ну-ка, немного соился? Да, я осмотрелся так немного. А это, бля, что, в эскорте работает? Услуга, или что? Я тебе такое чувство, как будто пришел к проститутке на час. Она такая, ну что, ты помылся, да, все? А я тоже помлю. Может, выпить чего-нибудь? Фрукты? Может, ты только одними фруктами питаешься? Стараюсь питаться правильно, фрукты, потому что я очень много занимаюсь спортом. И по работе, и так. А готовить ты умеешь? Знаешь, я сюда приехала в командировку и не собираюсь здесь кухарить. А какую пищу ты готовишь? Кухарить она не любит. Чтобы не обрядила фигуре. И здорово, ты присаживайся. Когда я вижу просто кучу овощей, кучу фруктов, я сразу такой думаю, блин, вот это попадалось. Какая у тебя работа, мало что рассказать? Я работаю в парусном спорте. Вот, ну а чем мы будем сегодня вечером заниматься? Хотелось бы что-нибудь перекусить. В парусном спорте? Ты себя видела, бля? Для тебя максимум только парус можно сделать. Как ты будешь там держать, тот карте сдует нахрен своим парусом? Скажи прямо, работаю в эскорт-услугах. Проститутка среднего класса. Когда только начинаю, бля? Вот ты начинаешь в парусном спорте. Вышла как... Ну, я не против. Прости, господи. Парусный спорт. Я даже не знаю, что ты можешь себе позволить. Губами, да, паруси? Я думаю, что мужчины как-то более инициативно проявляют себя. Как насчет кавказской кухни? Ну, только давай сразу. Кухня нет, а вставка в кавказце, я не против. Пожел, чтобы был не какой-то зешманский вариант, чтобы сделать приличное, уютное, красивое заведение. У меня сразу такой стоп в занавес. Я же ведь не ходил по ресторанам. В принципе-то я же даже не знаю, как ухаживать за девушкой. Особенно за городской, за московской. Ну что, ты оделась? Все, я готова. Облачившись в лучшее, что у него есть, спортивный костюм, муж Василия повел Яну в ресторан. Яночка, ты заметила, что погода стала намного лучше. Да, кстати, смотри, как распогодилось. Хорошее настроение. Вообще просто отлично. Я думаю, ты от кавказской кухни будешь вообще. Слушай, какая она страшная. Я смотрю, честно, те губы, бля, ну реально обезьяна вышла. Ну я надеюсь. А что же произойдет? Я не против, когда губы качают. Ну когда они в меру, бля, ну когда ты видишь, как бы, пределы. Нет, там... Что случилось? Ну когда-то тут была кавказская кухня. Времена быстро... Ты так давно не выходил в люди. Сейчас там написано ателье. Слушай, ты не знаешь, что поменялось место? Представляешь? А, ателье я слышу, ладно. Я думаю, если вывеска поменялась, место-то останется хорошее. Стоит попробовать. Ну да, очень хочется кушать. Ну типа рачка вам. Пожалуйста. Окей? Ну рассказывай, чем ты занимаешься по жизни. В основном решение проблем с женой. Блин, вообще петля просто. Постоянные скандалы. Постоянные ссоры, постоянные упреки. Потому что наши финансовые обязательства уже на такой грани, что это все и кредит, и за все цены выросли. Работать не хочется. Стало неудобно, некомфортно. Вообще, блядь. Вася, ну тогда что в этой семье вообще, в принципе, есть лично твое? Кроме там штанов, трусов? На мне ничего нет. Подслушаю я его. Не мой вариант. Самый настоящий Вася. Лапа, как ты же сказала. Машина жены. Квартира жены. Даже отжать нечего. Вы понимаете, как у меня такая профессия? Жалко его, понимаете? Вот бывает, вот у меня есть папик один. Легко. А тут, понимаете, хочется свои трусы ему отдать. В принципе, у него своего, кроме трусов, мне кажется, вообще ничего нет. Жена не подпускает близко моих друзей ко мне. Ну, а ты как-то разговаривал с ней попало до этого? Она категорически говорит, это ненормально. У нее тоже мало друзей. Вот здесь у нее там есть одна подружка, она с ней общается. Котиками друг друга там называет. А в отношении к себе я таких нет. А, то есть на подруге лучше относятся, чем к тебе? Да. Мне кажется, какая-то в тебе глобальная проблема. Может, ты внимания не уделяешься, шли ухаживаешь за ней? Да все там есть. Жизненная суета просто забирает кучу времени. На внимание у меня практически не остается для Алены. Ни времени, ни сил. Ладно, пушистик, ну че ты обижаешься? А этот пушистик, я бы постоянно ходил, знаете, вот когда уже что-то накачал. Все, блядь, я... Ты просто оцени, блядь, оцени, оцени. Какой тебе пушистик? Ты уж извини, если я там где-то палочку перегну. В смысле извини? Палочку, если перегну. Да ты извини. Ты знаешь вообще, сколько у меня? Это абсолютно... Это у нее идеальная фигура. Блядь, простите меня за французский мой. Не, хорошо, когда самооценка... Как бы... Не опущено. Но неплохо, когда и в реальность смотришь. Чуть-чуть хотя бы. Ну немножечко. Ну малесенько так. Просто вот смотришь, прям фигура... Меня сегодня извините их должно быть, понимаешь? От одного козла уехала, приехала к другому. Моя специфика работы как тренера заключается в том, что я перезагружаю, переформатирую мозг. Я хочу помочь Алене. А чтобы помочь одиночке Алексею, нужно узнать о семейной ситуации Алены больше. Мы уже развелись. Работать с психологом. Я смотрю, вот если на тебя, думаю, ну такого бы я никогда в жизни не позволила, чтобы мне сказал муж. Я не хотел тебя абсолютно обидеть вообще ни в чем. Слушай, если тебе реально нужна помощь тренера, я готов тебе помочь. А скажи мне, пожалуйста, так нельзя было начать разговор? Если я работаю как тренер, я мотивирую людей, понимаешь? Ну я понимаю. Чтобы он с собой занялся, надо его сначала пригвоздить. Все верно. Я в психологии так делаю. Я сначала опускаюсь, а потом вытягиваю, и человек сам понимает, что у него происходит. Я тоже в психологии говорю. Ты алкаш конченый, бля. Тебе психолог нахрен не поможет. Ты чмо, бля. Но я тебе помогу. У меня есть приятный классный курс всего за неделю. Чтоб ты не был чмом паршивым, понял ты? Рот закрой, бля, бабки гони на стол. Все, и будем сейчас с тобой работать. Жить и бороться. Ну что, мир? Мир. После того, как произошел скандал небольшой, просто он решил ко мне подмазаться, посмотреть вообще, кто и что за фрук. А почему так общается? Кстати, я же сейчас еду в тренажерный зал. Поехали со мной? Обещаю, тренажеров никаких не будет. Грузить-то я не буду. Но сделаем одну интересную процедурку, которая тебе потом поможет, реально. А давай договоримся. Вот никаких вот этих толстые руки, там, ляжки, попы, все, что тебе кажется, что у меня толстая. Тебе кажется. Да, господи, как... О, боже. Я принцесса, это все иллюзия. Я не толстая. Прям на голову, знаете, у него же висит. Тебе это кажется. То ли вкусный ужин, то ли откровенные разговоры подействовали. Но в один момент одиночка Яна поняла. Вот, знаешь, я на тебя смотрю. И что? Мне кажется, если бы ты прям сидел бы сейчас в костюме, в рубашечке, ну, поменять, мне кажется, прическу тебе нужно. То был бы похож на моего папика, бы, угу. Ты бы выглядел абсолютно другим человеком. Даже я уже понял, что я действительно захламился в такого, превратился совсем уже работяру, который уже не видит разницу между спецодеждой и выходным костюмом. Не собираясь проводить несколько дней с кавалером в спортивном костюме, Яна потащила мужа Василия в магазин. Ой, да, вкусно. Ну, я себе обещала сделать у тебя презентабельного, сногсшибательного мужчину. Девушка, добрый вечер. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста, в примерочную. Конечно. Мы тебя ждем. Чувак, думал, придется почку, плепродать? У меня же бабок нету, а она не купит. От мужика вообще должно пахнуть деньгами. А Вася, он вообще простак, мне кажется, по жизни простак. Ну вот, смотри. Деньгами должно пахнуть. Слушай, Вась, ну, совсем другое дело. Я буду выглядеть по-другому, говорить по-другому. Да, с кредитами будешь, блин, согласен. Костюм такой, судя по магазину, в который вы зашли, нормально даже. Начну общаться с людьми, потому что сейчас у меня абсолютно нету времени. Я вот как замкнутый круг. Дом, работа. Телефон, не забудь. Зарплата, кредиты. А телефон? Вась, извините нас, пожалуйста, этот костюмчик. Я вообще мужчин люблю статных, респектабельных, хорошо, дорогой деда. Пожалуйста, чек. Ваш костюм. Спасибо огромное, девушка. Спасибо. Всего доброго. В смысле, чек? Он тебе покупил или сказал, иди оплати? И пока муж Василий наслаждался новым... Костюмы от 6500. ...себя удовольствием под названием шопинг... Ну, значит, ходила, папа, отправилась с личным тревером в фитнес-зал. Но сперва обязательный визит к врачу. Пяточки прижимаются к стенке. Метр с кемпкой, так понятно, что тут мили. О, кто бы говорил! Полтора даже не выходит. Ваш рост 159,5. 165 был вообще. Так, растоять. Ну, лишний вес... Пятки отлетели у бабы на 5 сантиметров нормально. Он всегда давит как бы вниз, поэтому... Это у кого лишний вес? Ты как бы, это... Нет, нет, нет. У тебя сиси как мои уже стали. Тебе может пора тоже подхудеть, б***ь. Алексей меня пытался стебать. При враче. Меня это никак вообще не задевает, потому что в принт... Меня это не задевает, но хату спалю, понимаете? Я вообще не ревнивая такая. Ну, я бы, конечно, да. Цепь, он показывает себя с не лучшей стороны. Ко мне это не имеет никакого отношения. Я ведь не вру. Я говорю по факту человеку, да, у тебя есть проблемы. Ну, так значит, над этим надо работать. Это реально мой способ работы. Даже если кто-то мне... Ну, чувак, у тебя тоже лишний вес. Слушай, Алексей, да, ты толстоват. Да. Меня это стимулирует моментально. Мышечная масса у вас хорошая. Мышцы вздвинуты в сторону, превышение. Превышение даже больше. Но также превышено и процентное содержание жира. Вам рекомендуется сбросить 18,3 килограмма жира. 18 килограмм жира. Молчи. Не 5, не 10. А 18 килограмм, конечно, внутренне я был рад, да, что... Правда была-то на моей стороне. Но ей как об стенку горох. До нее эта информация так и не дошла. Ну что, убедилась крошка? Какая тебе крошка? Я же сказала, где у тебя крошка. Ковстук, жируха. Я тебе сказала, где твоя крошка. Не надо сон так разговаривать. Ты свинья, бля. Молодец, чувак. То есть ты прям вынес урок с прошлого. Ладно, все. Спасибо большое за то, что вам рассказали. Она, может, после этого поймет, что надо все-таки заниматься. Все, ты жируха, бля. Не самая лучшая тема для обсуждения. Указать женщине на ее лишний вес. Но одиночка Алексей тренер, и для него важен результат. Вот и настала акция минус 18 килограмм. Так что я сейчас за тебя плотненько возьмусь. Жалеть тебя не буду. Дай тренажер. Это для верхогрудных мышц. Садишься в прогист. Выдох. Выдох. Ну да, это то, что нужно девушке, я согласен. Жать от груди, бля. Лучше, бля, вот, как прихожу в зал, смотрю, все девки тупо, бля. От груди, Вася, фигачат, бля. Прям вот так, бля, вот так, вот так, что я, бля. Все девчонки. Мужики, что стоят, приседают, жопу качают. А все мужики, все девки только так делают. Так, ну попробуй. Мне нельзя. Ну как нельзя-то? Ну потому что у меня пластика груди была. Импланты. К сожалению, у меня такие тренажеры нельзя. Да, тогда тут, конечно, стоп. Так, посмотри, сейчас попробуем выпады в шаге, ты, наверное, знаешь, да? Ну, конечно, Сань, но мне же не нельзя. Много составного упражнений, смотри. Тут тоже, если сделаю выпад, сиськи опустятся. Мне это тоже нельзя. Мне вообще спортом заниматься нельзя, понимаешь? Сися, как бы, она вообще, это у меня. Сзади немножко сгибаешь, руки ставь, да? Сюда? Попробуй, попробуй. Колено не выходит за носок. Широкий длинный шаг. Коленом задним касайся пола. А ты знаешь, что это нагрузка на пресс? Мне как бы вообще нельзя. Нету здесь нагрузочки, давай, шагаем, шагаем, не разговариваем. Килограммы не ждут. Просто вам расскажу из моей практики огромной. Надо выбрать правильное упражнение, которые разрешены. У Алены это все отмазки. И помогай, Диханин. А тут уже было можно, да? То есть приседать нельзя, а вот так можно. Здесь держи прогиб, прогиб, прогиб. Все, поработай, поработай немножко. Давай, давай, давай. Ну, помогай, Диханин. Так-то ты меня уже умотал. Ну, какой умотал? Нет, только разминка еще. Так, вот так надо? Или просто стыд? И веревку в сторону, видишь? А, вот так. Так ты и грудь немного напрягаешься. Слушай, классно. Ты че, я столько не могу поднять. Что ты за упражнение, блядь? Да я ж чувак, ты тупо ее в верхушку качаешь, а не ноги. Возможно просто. Ну, а пирожки жрать возможно? Я не жру пирожки, я ем только. Смотрите, что она качает. Давай, давай, давай. Прогиб, прогиб, ну. Ты меня не позор, не пожалуйста. Лопатки своди. О, отлично. Посмотри, как хорошо поработал. Ну, что, за приедем, алимпиаду. Едем. Для толстяков. Ты че? Нужен комплексный подход. С такими словами, одиночка Алексей повел натренированное тело Алены в продуктовый. А какие бананы, ты че? В смысле, это че? Бананы-то нельзя тебе. Да как нельзя? Ну, смотри, практически та же шоколадка, по сути. Ну, это правда, они очень калорийные. Что-нибудь из витамина С, да, он не знает. Ничего заменим. Мандаринки, апельсинки. Алена проявила сразу же свои естественные реакции. Рука у нее моментально, машинально потянулась к привычным ей неправильным продуктам. Но вряд ли она, конечно, выдержит это правильное питание. Опять сорвется. А что ты здесь смотришь, белок? Не-не-не-не-не, здесь я сразу смотрю на калорийность. Я тоже калорийность. 78 калорий. 78 калорий. 78 калорий. Видишь? Да, фигурно. На шварик, видишь, абсолютно. Я слушаю, могу целый день у меня взять. Да, да. А ты представляешь? Ну, что 78 калорий на 100 миллилитров там, поэтому эта бутылка там вроде пол-литровая была, то уже это 350, не так уже мало. Знаешь, мы с мужем в магазин, когда ходим, я тоже вообще даже не знаю, какие продукты брать. У меня муж спокойно это все закупил, все сделал. Но, видимо, я себя правильно веду в этом плане, потому что все мужчины закупают. Нам реально не светят никакие рестораны, как я уже поняла. Будем кушать травку и худеть на тренировках. Да, сегодня классно проверили. Блин, боже мой, это нравится. Блин, Вась, я ключи потеряла от квартиры. Ну, я думал, мы что-нибудь придумали. Ну, думаю, это может какой-то шанс удивить девчонку. Первый секс в машине, как у всей молодежи. Но потом эта мысль отошла, потому что, блин, ну зачем, когда можно просто поехать в отель. Муж Василий словно уже был одет в новый деловой костюм. Он начал мыслить более масштабно. Здравствуйте, здравствуйте. Есть у вас свободные номера? Остался номер только для новобрачных. С одной постели? Конечно. Ой, бля, у нас такая постанова прям вообще только для новобрачных. У нас, бля, такой отель шикарный. Просто все номера забрали. Вот прям, вот тут все. Но для новобрачных остался. Теперь бля, номерочек. А, бля. Ой, посмотри, какая здесь красота. Да, и прям цветы уже. Они ждали, вот когда же эти новобрачные прудут? А если бы они пришли через три дня, цветы бы завяли, к чертям бы собачьим, понимаете? Ну, бля, ну такая постанова. Блин, я такого даже уже давно не испытывал. Такой номер шикарный. Лепестки роз по постели. Я хотел там остаться в этом номере. Есть такое слово? О, судьба. О, за судьбу. Почему мы пошли на такой эксперимент? Какие проблемы, причины? Чем-то мы друг друга перестали устраивать. Вы же как-то общаетесь, как-то же, ну, я не знаю, надо находить компромиссы. Проблемы, компромиссы, это все решаемо. А вот чувства они то приходят, то уходят. Первый день знакомства получился насыщенным. И жена Алена разумно полагала, что вернувшись домой, они с Алексеем поужинают. Куда в это есть еще дальше-то чем-то? Чего, да где со мной так еще разговаривать? Куда в это есть? А в это можно еще много чего скушать. Режим реально важно соблюдать. Если не будет режима, не будет результата. Алена поняла, что с Алексеем нужно действовать по-другому. По-ппшному. У нас есть продукты. Ты же мне обещал готовить. Приготовь мне правильную еду, пожалуйста. Правильная еда будет завтра. Ты знаешь слово такое? Режим, нет? Ну, и что? Ну, мы сходим на тренировку. Надо спать ложиться, понимаешь? В смысле спать? Я жаль хочу. Ну, так, так, ну, почему я не трогаю? Вот здесь все. Сейчас мне собери кроваточку. Прибери, чтобы я пришел. Здесь было все чистенько, аккуратненько. Да, с*** ли ты. Значит, выполняем приказания. Ты что, обрдел, что ли, себя так листи? Вообще уже, да? До свидос, крошка. Ты сейчас со мной еще поговори так, да свидос, крошка. Алексей, конечно, тренер, но зря он снова назвал Алену крошкой. Что за наглость вообще? Я тебя уже больше часа жду. А я только за стол. А муж вообще не интересуется моими потребностями, проблемами и просто радостями. Один бесит, второй, выходи из-за зала, блин. Я тебя реально вытащу сейчас. Ты меня раздражаешь, понял? Хам, блин. Вообще, вы что такие хамы-то рядом тут собрались? Так вот сложилась наша, блин, душа. И мы ее бросили в дури, не важно. Помнишь, хороотить. У нас уже какая-то привычка своего рода? Ну, возможно, да. Конечно, очень понравилось наше с тобой общение. Такая беседа доверительная. Знаешь, я двой выпью на это. Давай сейчас быстренько сгоняю в душ. И потом мы с тобой продолжим. Ну все, не скажи. И потом мы с тобой продолжим. У нас же оплачено с тобой на час. Ой, блин, забыла, что это ж не та программа у меня. Просто продолжим. И что будет? Эй. В смысле? А что там продолжили они? Эй. Ну, Алену взбесили все ее мужчины. И муж, который даже не напоминал о себе. Ну, что ты тут ополинария ждал? Чего? Ты еще в таком виде ко мне тут решил прийти? Я не один, я с дружком. В смысле, брат, с дружком? Ну-ка, отошел от меня. Я с дружком. Просто решил ее подбесить. Я вижу, что она как спичка с любой ситуации. Думаю, ну ладно, дам тебе огонька. Кто не узнает? Кто не узнает или не узнает? Давай, давай, выходи. Давай, побалуемся. Выйди отсюда. Ты сейчас пошалишь реально сам с собой. Ты только сиди ломаешься, завтра посмотрим. Все. Завтра все по-другому. Не заходи ко мне. Я деньг, дебил. Второго такого же. Да за что? Нет, все. И ты даже не мечтай, кстати. Ты там иди, это. Да. Своих кошелок жми. Такая, как бы, королева, да. Не достойно. Удро второго дня молодожены, муж Василий и Яна встретили под разными одеялами. В смысле? Ну вот, и завтра, пожалуйста. Ложись рядом. Он поухаживает за мной? А, поухаживай. Ну ладно. Я как бы безругая. Банан ковать не умею. Покормишь мне? А она накрашенная спит, я так понимаю, да? Судя по всему. Ну если видно, что она только проснулась, бля, то баба косметику не смывает. Да? Понятно. Ну конечно. Ну как? Пухшая, видно, но с косметикой. Гастрономический разврат. Игрище с бананами и взбитыми сливками. Полная идиллия между мужем Василием и Яной после ночи в номере для новобрачных. Пусть пресса. Ну как, ты нормально? Только что? Пусть зачем? А потом думаешь, хуй ли кровать такая, бля, обослали, бля. Заходит уборщица, думает, бля, я думаю, шо, шо это такое белая липкая, бля. Ё, бля, бля, кому-то тут конь какой-то был, а не человек, думает, господи. Не вега себе они тут ночь устроили. Григоровна, зайди посмотри, вся кровать в этом, ну ты поняла. Попросила завтрак принести, припёр эти фрукты. А так сразу и не скажешь? Поесть нельзя было нормально. Шо он по сей дому? Шо цирк, с этими, со сливками. Детский сад. Так, она ещё спит. Трусы одела. Рота подъём. Ну-ка, вставай, вставай, вставай. А это тоже, бля, накрашенная спит, я понял. И у нас режимчик, всё. Сейчас ты у меня встанешь за три копеечки, ну. Псё. А, бля. Я чё сейчас вообще пришибу, ты чё такое-то? Вообще, каждый... Сколько она встала, это резко заметили, бля? Какая там была идеальная фигура. Утро, если кто-то начинает кричать, меня это так раздражает. Я готова его не то что... Труселя такие. Я его просто придушить готова. У жены Алены не было ни одного шанса поспать подольше. Алексей с армейской деликатностью её разбудил. Почему мне косметику не смывают? Всё, давай, давай, давай. Широкая постановка ног, давай вместе со мной, давай, давай. Ноги, ноги, ноги пошире, ручки вперёд, поехали. Опс, раз, два. Отлично. Она как будто слать хочет. Пошла вниз, поехали, выдох, два. Ножки пошире, у неё-то ножки пошире. Я плевать хотела на его режим. Меня он вообще не интересует, потому что он никакой не профессионал, который мне до себе непонятно что. Муж Василий так заигрался с Яной, что забыл. По правилам эксперимента, утром второго дня супруги должны созвониться. Он сейчас скажет, что что? А вот жена Алены не забыла. Ага. Сейчас ответит? Чё за коза там? Это чё за хабалка такая звонит? Ты в зеркале хабалку увидишь. Да пошла ты знаешь куда? Мужа его позови. А чё вообще происходит? Ой, твоя стричка звонит. Значит так, машина где, б***ь, моя? Машина возле отеля стоит. Ой, возле отеля, не х**, да вы ещё и в отеле. Слушай, а ты сама-то покажи, с кем ты. Милый, подойди ко мне просто. Ой, бля, ой, боже, милый, медвежонок. Пожалуйста, могу себе, б***ь, он тебе за ночь милым стал. Слышь, баран. Слышь, банан. На машину заработал денег-то? Поехал он кататься на машинке. Слушай, а чё это я перед тобой отчитываться должен? Девочка-то моя, значит, машина моя. Чё ты там в свои руки показываешь? Не там надо, не титьки показать. Вот там надо показать. Вот там. Ты видел? Тебе показать, когда мне ночь была? А ну, Маш, покажи кровать, б***ь, у всех этих моих, этих белых. Я они ж не знаю, покажи. Видел? О, да, да, видел шорды, б***ь? Яйца Чингисхана, видел? Я вообще так психанул и показал ему, чем действительно надо удивлять женщин. Чем их надо цеплять. И он показывает-то, б***ь. Стой, он у него так-то не маленький, если чё. А ты хочешь посмотреть на дойного мужика? Давай, не доживай. Фу, какая стрёмная, да? Посмотри на неё. Да я, б***ь, б***ь. Овца, б***ь. Значит так, через час тачки не будет, я тебя найду. Я тебе, б***ь, тебе гостинцы подниму, ты это прекрасно знаешь. Тачка моя. Один час времени... Вообще я на этой тачке Янку катать буду, понятно? Время пошло. Не так себе представлялась. Боже мой, б***ь, что те, что те. Боже, какие они, б***ь. Она Алёна-эксперимент. Она думала, что будет как раньше. Накричит, и муж прибежит. Слышь, пушистик, ты чё такая грустная? Котик! Что случилось с ними? Да, ничего. Ты же видел? Котик! Он вообще п*** на меня. Я всё для него делаю. И машины, и квартира. Всё, что хочешь. Ты видела отношения? Я на самом деле очень сильная, но после разговора мне стало очень обидно. И мы просто эмоции взяли вверх. Мне, конечно, не хотелось вот эту всю картину наблюдать. Муж должен был и обязан меня защитить. Как минимум, я его жена. Хотя и бывшая, но я его жена. Общения такого быть не должно. Да, он козёл, он виноват в чём-то, конечно. Но не ставь в вино только ему. Найди вот эту причину и в себе тоже. Но тебе же нужно знать в себе, правильно? Тоже не хочешь остаться одной? Нет. Я его люблю. Представляешь? Знаю. Столько лет, и я его люблю. Меня запчет. Но он-то тебя любит. Ты сегодня видел, он даже не ревновал меня к тебе. Хоть и тебе котиком назвал. Ему пофиг по ходу дела. Он даже яйца показал. Он же из них яйца показывал. Я просто хочу, чтобы он меня любил. Ну ты объясни ему доступным языком это. Я столько лет с ним была. Не знаю, плечо. Плечом мы были. Я его отовсюду вытаскивала. Я везде помогала, защищала его. Он всегда, что бы ни сделала, он всегда у меня самый прав. С таким отношением, которое сейчас ко мне, мне очень обидно. Может, ты тоже переживаешь и заедаешь свои проблемы едой? Правильно. Правильно. У меня же идеальная фигура. Он, бля, как учен, да, бля. Я, бля, худышка. Ребята, бля, я вообще не в шоке, бля. В смысле лишний вес, бля. Вот это самое главное плечо. В игрушке ты ушла уже, все бросила и крест поставила себе. И жрешь все подряд. В смысле я жру? Алене, кто ей поможет, кроме самой себя? И меня. В этой ситуации не надо ни на кого надеяться. Что делать вообще? А потом, знаешь, срывай. Все, все. Сейчас надо обнять, да, да. Сейчас вот баба, когда самая растерянная, ее сейчас обнять. И она такая, боже, вот ты такой все-таки мужчинка, я смотрю. Понимающийся. Ты успокойся. Ты прежде всего соберись и живи для себя. Для меня. Просто если он увидит, что ты живешь для себя, и он к тебе потянется. Мне было очень приятно, на самом деле, когда Алексей меня приобнял и как-то понял, что мне действительно плохо. Он увидел, что я не просто там какой-то объект, который по килограммам оценивается, а я именно женщина. И я могу плакать, любить, у меня есть эмоции. Одиночка Алексей не на шутку взялся помочь Алене наладить отношения сначала с самой собой, а потом уже с мужем. Детокс. Следующий шаг на пути к новой жизни. Да посмотри, как она выглядит. Да вообще, кайфище. Давай вдвоем. Давай, только попробуем. Давай. Это вкусно должно быть? За твою худобу. Давай, давай. Фу, ***. Ой, блин. Что, невкусно? На вкус коктейль ужасен. Очень кислый и привкус сельдерея. А, там сельдерея было, ну ладно. Это все сделано очень неопрятно, некрасиво выглядит, мне эстетика очень важна. Боже, я думала, побыстрее бы с этим закончить. О чудо, блин, ну наконец-то это свершилось. Все, молодец, молодец. Видишь, минус килограмм уже ушел моментально. Ага, посралась. Чувствуешь срать хочешь? Скажи, ощущения есть такие? Это килограмм уже идет, а может и полтора. Тростиночка здесь сидит уже. Лучшее средство, бабка моя. По правилам эксперимента, на второй день супруги знакомят одиночек со своими родственниками. Муж Василий привез одиночку Яну на встречу со своей мамой. Где мама? Вот моя мама. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Мама. А где Алена? Мы сейчас на эксперименте. Ты не можешь без сюрпризов. Прости меня, пожалуйста. Вот это Яна. Здравствуйте. Я с ней в эксперименте. Здравствуйте. Здравствуйте. Видно, что маме она понравилась. Мои родители очень честно переживают за наше отношение с Аленой. Поэтому мама сюда очень быстро приехала. Очень сильно переживает. Ой, господи, сынок, сынок. Ну, зачем тебе этот эксперимент? Да у них вечно такие проблемы. Да он вообще какой-то вот... Так, ты губатый рот закрыла, бля, утка, я с сыном разговариваю. Мямли, если честно. Вообще-то это мой сын. Давайте не будем, проедем домой, а там потом поговорим. Чтобы обсуждение эксперимента не закончилось для него уличной поркой, муж Василий повез своих женщин на съемную квартиру Яны. Дублик от ключей, от которой уже их ждал. А в это время жена Алена привезла Алексея познакомиться со своей сестрой Наташей, которая ухаживает за их больной матерью. Но ради этой встречи прилетела из Екатеринбурга. С мамой мы общаемся очень мало, потому что мама по состоянию здоровья не может ко мне прилететь. Я бы очень хотела. Мы не можем ее ни на машине привезти, ни в самолет посадить, так как после инсульта это все очень опасно. Привет. О, привет. Рад тебя видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Наташа, я хочу тебя познакомить. Это Алексей. Наташа. Ты с мужем родилась. Че? Я никому не говорила про развод, потому что я сохраняю обличие нашей семьи. Тебе сколько? О, это стандартно. Для всех мы идеальная семья, мы самая лучшая, мы живем вместе. Как бы материмся, друг друга клепаем, но на людях мы самая лучшая семья. Да, Путин? Нет, тебе не 20 лет. Ну, ничего страшного. Где ты найдешь нормального? Да везде. Да в смысле везде? Ты думаешь, тебе нормальный? Да где? Откуда ты знаешь? Ты его узнаешь два понедельника. В 33 года и в 45, я думаю, возможно найти, когда ты любишь себя, когда ты выглядишь эффектно. И когда у тебя мозги нормальные и с поведением ни херного, а в этом как бы первая причина. Это не вопрос. Я уверена, что если я зайдусь с мужем, я не буду одна никогда. Конечно. Может вам как-то обновить свои отношения? Как? Куда ты съездить? Ну вот, обновляем. Нет, это не обновление, извини меня. Игрушка будет интереснее, чем куда-то съездить. Ты же знаешь. Ален, настолько вместе. Знаешь, Аташ, я тебя поняла. Ты мне не сестра. Мне нужно это обсуждать, мне так неудобно, что я вообще тебе расскажу. Забудь мой номер, блядь. Я поняла тебя. Завидуешь мне, сучка? Тоже понравился этот лысый? Скажи прямо. Лысый понравился, да? Поэтому ты говоришь, что он мне не подходит? Что ты ему моргаешь? Да, мне не хотелось этого рассказывать. Мне нужно подумать и со мной как-то принять решение. Мы пойдем тогда, хорошо? Увидимся с тобой. Поэтому прилетела баба с Екатеринбурга пять минут пообщаться. Думает, нахрен я вот это вот летела. Больную мать оставила, блядь. Она все, блядь, сестра, ты не сестра, блядь. Вали отсюда, блядь. Можешь мне не звонить. Подумай. Я подумаю, обязательно. Пойдем. Да, хорошо. Вам уже часть сделать? Да, отношения, конечно. Что это за квартира? А это съемная квартира. Я сюда в командировку приехала. Спите вдвоем, да? Нет, нет, я отдельно спрашиваю. Считай, поверила. Маме вообще было непонятно, что такое эксперимент. Как так может... Мама следователь. С другой девушкой быть, она очень сильно переживала по этому поводу. Алена, конечно, с высокими запросами. С другой стороны, она вот тебе машину дала. Машина у нас общая. Вашему поколению тяжело, конечно, понять. Ну, я слышала их разговор по скайпу. Если честно, я была в шоке вообще. Я вообще-то приехала с сыном поговорить. Раззакрыла губота. В принципе, да. Это не мое дело. Я займусь, в принципе, своими делами. Давай, мы поговорим с мамой. Не может Вася разобраться. Остаться ему с женой, не остаться. В принципе, у него и мама такая. Сноха то хорошая, то плохая. Вообще не поймешь. На меня еще так оценивающе смотрят. Типа я замуж собрала за ее Васю. Да мне этот Вася даром не нужен. Я, конечно, буду на твоей стороне. Но ты должен стать мужиком настоящим. Почему ты позволяешь женщинам руководить тобой? Я не могу ругать Алену. Ну, как-то нужно мужскую... Алена любит меня, но у нас проблемы. Подумай хорошо. Потому что я тебя поддержу. Но вот участвовать во всем этом я вот не хочу. Я поеду к сестре. Ну, ладно, мама, я тебя провожу. Блин, я не хочу огорчать маму. Но я считаю, что эксперимент вернет нам с Аленой наше былое счастье, былое любовь. Ну что, как у тебя настроение? Нормально, нет? Угу. Откуда? У меня для тебя сюрпризик есть небольшой. Ты же без машины сейчас осталась. Ну да. О, слушай, неплохая тачка, смотри-ка. И она твоя. На это время она реально твоя. Наблюдая, как жена Алена... Хрена себе, это не херовый Порш Каен. Убивается, оставшись без своей машины. Алексей приготовил для нее поистине царский подарок. Где-то арендовал. Может, я хотел ей поднять настроение. Чтобы хотя бы на день оно у нее было. Я вообще с ума схожу от вождения. Я кайфую. Я счастлива, когда его увидела. Я так была рада. Предоставив жене Алене желанный руль, Алексей продолжил свое... Все, чувак думает, я тебе говорил, бля, что завтра ноги раздвинешь, бля. От Порш Каена еще никто не уходил, бля. Малая, мой письку, бля. Копки. А вот откуда это у тебя все пошло? Это все, как ты знаешь, из семьи, скорее всего. Я всегда видела, как моя мама принимает важные решения в семье. Я всегда видела, как моя мама, ну, то есть, главное, скажем так, в семье. И все держала под контролем. Ну, ты знаешь ведь, что это все равно путь скандалов и ссор. Когда женщина берет все функции на себя, ну, реально это получается бред. Ну, конечно, да. Какой мужчина потерпит это? Ну, ты знаешь, я считаю, что любящий мужчина, он всегда... И если женщина принимает правильные и верные решения, он всегда ее поддержит. Ну, а ты вот не устаешь постоянно все держать под контролем? Мужу хоть даешь, там, глоток свежего воздуха, хоть какое-нибудь решение принять? Лично ему. Ты знаешь, давно не давала. Я не могу ничего доверить мужу, потому что муж своим безразличием посеял нотку недоверия к себе. Поэтому мне как ранее приходилось контролировать, так и сейчас я контролирую все процессы в нашей семье самостоятельно. А в паре мужа Василия и одиночки Яны Вася снимает стресс от встречи с мамой привычным для себя образом. Вася, ты можешь мне помочь? У Васи катка. Вася, я что, тебя зря зову? Да сейчас подожди. Вася даже игру на планшет установил. Значит, мощный планшет, понимаете? То есть там не какой-то хухры-мухры, даже игру потянет. Ты нормальный? Подожди, подожди. Меня вообще удивило, что 40-летний мужик увлекается, там, я не знаю, играет в какие-то вот эти вот стрелялки. Это просто какой-то кошмар. Чего? Неужели? Помоги мне комод туда двинуть. Ты меня уже бесишь с этой игрой. Он может сидеть часами, просто днями. До утра может сидеть, вот это все рубиться. Он закрывается в комнате, либо еще где-то и начинает играть. Если бы Алена меня упрашивала, я бы, скорее всего, с ней бы соглашался. Но она все время со мной в приказном тоне. Но я же мужчина. Я начинаю сопротивляться. У нас опять скандалы. Бибила кусток. Чуть из-за тебя не проиграл. Болезненное увлечение Васи компьютерными играми взбесило даже... Это не компьютерные игры, это мобильные игры, не путайте. Одиночку Яну. С этим надо было что-то делать. Вася. Что? Выходи, блядь. А, Вася срать пошел. Давай быстрее одевайся. Я не пал, ты куда делай. Сейчас ты посмотришь, во что играют настоящие мужики. А это не настоящие мужики? Конечно нет. 40 лет, блядь, страдаешь. Знакомься, это Наташа инструктор. Как ты уже поняла, ты находишься в школе экстремального вождения. То есть я понимаю, что ты любишь держать все под контролем. Ну вот мы посмотрим, проверим, что ты можешь. Да, да, да. Может, мужу-то и не надо машину-то обратно отдавать, а? Ну посмотрим, давай, давай. Все, мы погнали. Конечно. Чао. Давай, я посмотрю. У меня огромный стаж вождения, причем безаварийного вождения, поэтому я вообще никогда не нервничаю, я веду себя уверенно. Безопасность – это главное, что есть в вождении. Кайф. Вообще супер. Я счастлива. И что это было? Просто прочно? Ну все, видели? Молодец, умница. Ну ты вообще молодец, мне прям понравилась такая, прям с характером, да? Да, я всегда так и езжу. Мне вообще не интересует, какой автомобиль, марка автомобиля, мне ничего не интересует, мне нужен руль, и я кайфую. Но сюрпризы, ты как поняла, на этом не заканчиваются. Так, это раз. Спасибо. Твоя любимая клубничка. Ну у нас, как ты знаешь, все-таки ЗОЖ, да? Спасибо. Поэтому здесь у нас просто водичка с газом. Ну давай за тебя. Спасибо. Я вообще обомлела. Я просто стояла и не понимала, тот человек передо мной или нет. Слушай, ты для меня сегодня откроешься с моего страны все-таки. Да, я на тебя посмотрел другими глазами. Ну ты реально такая прям... Смотрите, ты же такая... Классная девчонка на самом деле. Наконец, разглядел, да? Да, увидел, да, что я это... Ну, что ты долго. Я, кстати, могу тебе тоже сказать, что ты молодец. Я не ожидала, что ты такой галантный. Мне очень нравится, когда за мной так ухаживают. За мной, правда, муж уже давно так не ухаживал. Алексей на самом деле не такой, как себя позиционирует. Что он такой злой, ненавидит женщин, называет их всем папами. Он открывается абсолютно чутким человеком. И вот сегодня я увидела его галантность и вот эту нотку как раз чувственности. А теперь на брундершафт, а? Я вообще за мной не пила. Тюль! Смотри, понравилось, понравилось. Вот ты, смотри, бля. Ой, 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 ой. Сначала такая, бля, это... А тут уже, ой, ну давай поцелуемся, неси мне на руках, мой король. Алена и одиночки Алексея пошли дальше клубнички. У нас такая проблема, постоянно... Порш Каен делает, бля, ребята, чудеса, понимаете? Порш Каен, баба, когда расстроена, немного приобнял, все, бля, ключи открыты. Она играет в игрушки свои на телефоне. Сделайте, пожалуйста, из него настоящего мужика. Давайте попробуем. Делать мужика из Васи можно только силовым способом, решила Яна. А Вася даже не возражал. Начнем потихонечку, посмотрим, правая ручка Ваша должна быть возле лица. Соответственно, левая ручка у Вас готовится к рабочей. Поехали, смотрим, пробуем. Левая ручка хорошо, просто работаем спокойно. Видите, как есть моменты в боксе. Везде надо думать. В боксе Вы научитесь не только бить, но и защищаться, но и думать. Пойдет, хорошо, хорошо. Ну вот, первое знакомство. Приходите на тренировку. Чемпионы раздачи здесь. Всего хорошего. Меньше игрушек, больше дела. Вот бокс – это классно. Классная тренировка. Я буду здесь оставлять все плохие эмоции. Ну как ты сегодняшний день? Ужас. Слушай, мне реально холодно одному там спать. Давай, может, хоть сегодня вместе поспим? Погреемся? Не-не-не. Я не готова. Не готова, но все, мощная группа выйдет. Заходи. Давай хотя бы поцелуйчик на ночь, а? Давай поцелуйчик. Давай поцелуйчик. Ну если что, я рядом. Я поняла. Хорошо. Сейчас все мощная группа выйдет, как бы медвежонок и зайдет. Давай за тридцать. Я. Ты устал? Да что вообще. Что, вымоталась? Угу. Ну что, пойдешь отдыхать тогда? Да, Вася, пойду я. Ты тоже тут, в принципе, ну, располагайся как-нибудь, да? Ну да, я как-нибудь. Спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Возможно, у Василия день не был так насыщен приятными сюрпризами, как у его жены, но закончился он на хорошей ноте. Не? Не показали. Странно. Несмотря на потепление в отношениях в паре жены Алены и одиночкой Алексея, Алена не применула отомстить. Встаем, встаем, подъем, подъем, подъем. Сейчас. А сколько надо? А ты можешь сотку? Я все могу, теперь ты. Да я не отжимаюсь, я же девочка. Еще? Молодец. Вообще, очень круто смотришь. Еще? Отжимайся до сотки, я пока пошла. Окей, босс. Все, давай, 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 давай. Утро мужа Василия и одиночки Яны было не таким добрым. Вася, ты долго будешь спать? Ну что, приготовь что-нибудь покушать. Короче, ты пока думай, а я в душ схожу. А это, бля, просто, кому-то воняет, бля, псырлается ночью. Бля, баба постоянно моется. Постоянно моется. Ты обязан, что ли, бегать туда-сюда? Тем более, от самого утра. Это, руль цинера, можно не мыть тебе. Пускай так будет, что ты подавилась этим. Огурки сами. Так, помидоры. Прям с любовью готовлюсь. Нахрен мы, так сожрешь. Твоя диета, белый хлеб и грязные овощи. Я все чистенько приготовил. Ну что? Ну, твой завтрак готов. Это что? Что ты мне накромсал? Я что, тебе готовить буду, что ли? Ты что за х**а? Знаешь что, Вася, ешь сам гребаные бутерброды. Нарезаны эти ломтями хлеб, эти овощи непонятно какие, как свинья накромсал. Ешь. Летящие помидоры? Я. Что? Слушай, ну я, возможно, переборщил с тобой это самое. Блин, я не хотел тебя нагрубить. Ну да, Вася, тоже переборщил немного. Бля, как это постановочно не отвечают? Нормально. Ну ладно, давай забудем всю эту ситуацию. Давай. Подразумение это. Да, 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 летающие помидоры. Я предлагаю, может, в парк к нам сходим, пройдемся. Да, в ресторан. Давай, так сделаем. Ну, посмотри, видишь, я тебя опять правильным питанием подготавливаю. Смотри, то есть сейчас белок с овощами, то есть идеальный завтрак получается. Спасибо, да. Сейчас попробуем. Ну как тебе курица? Да, которую я не очень люблю. Но с овощами. Очень вкусно, да. Посмотри, зато это тебе будет полезно для твоей фигуры. Спасибо, да. Да, очень вкусно. Сегодня Алексей постарался, приготовил завтрак, все было очень красиво. На самом деле правильное питание, оно очень вкусное. Я, конечно, знаю это, и сегодня это было доказательством. Ты что, там кому-то писать, ты собралась? Ты еще не знаешь, кому? Муженьку? Да, слушай, хорош, что ему уже писать. Ага, машина. Он вчера должен мне был ее отдать. Да, он же знает, что я сказал, через час я ему это. А я же ничего не сделала, как бы поэтому. Есть тебе. Сейчас. Давай, знаешь, что сделаем? Ну. Отправим ему фоточку. Так тебе сюда? Да, 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 да. Одиночка Алексея, как опытный тренер, предложил Алене беспроигрышный вариант, как возбудить остывшее внимание мужа. Майя, ага, ага. Василий на самом деле не энергичный молодой человек. Ну, соответственно, мне нужна какая-то реакция, мне нужен какой-то бурлящий поток. Соответственно, я его провоцирую и хочу ревность вызвать. Идеальная пара, посмотри. Ты прям думаешь, что вот это вот все его зацепит и он сразу объявится, да? Да, конечно, он первый тебе напишет. Ну что, отправляем? Давай. Напишу ты. Прости, женщина. Подожди, подожди, подожди. Там масса эмэска вроде пришла. Что-то вибрирует. Ага. Ага. Ты видела? Да нет, еще как бы не видела. Ну, ***. Ни х*** себе, Вась. Просто ***. Вы все такие? Я ж не знаю, то у вас такие отношения. У меня нету слов вообще. Ну как, ***. Жена с другим мужиком уже в обнимку в постели лежит. Ну, вот такая вот у тебя жена. Распсиховался, разорался. Чуть больной какой-то, не знаю. Сделав грязное дело с чистым сердцем, жена Алены и одиночка Алексей отправились уже в знакомый спортзал. Так, девчонки, привет. Сейчас уже будет тренироваться, да? А, это групповое. Сегодня я вам проведу небольшой мастер-класс по системе попа-качества. Так, давайте начнем с ягодичного мостика, да, ложимся. Упор будет на пятках, носочки могут отрываться. Так, ты чего, Зая? Давай-давай-давай. Мне вообще нравится получать внимание от тренера. Я сегодня Алексея провоцировала специально, чтобы посмотреть, какой он вообще тренер. Вспыльчивый он, можно его вывести из себя во время тренировки. Зая, работай. Девчонки, вам нравится это упражнение? Да. Вот, видишь, всем нравится, кроме тебя, понимаешь? Ну, у меня трации, я не могу. Поэтому у всех попа-орех, а у тебя кто самосвал. Я не позволю никому общаться в подобном тоне, как сегодня общался Алексей. Я самодостаточная взрослая женщина, я не собираюсь слушать чей-то бред. Я не самосвал. Ой-ой-ой-ой. Ты от меня не убежала. Да? Я могу убежать? Ну да. Ты начинаешь как-то интриговать. Да, я тебе такую интригу покажу, я там вообще закачаюсь. Мужа Василия зацепила фото жены с одиночкой так, что вместо парка он отвез Яну в другое, более нестандартное место. Спасибо его друзьям, помогли удивить. Я думала, в оморок упаду. Он мне еще посадил эту люльку. Блин, слушай, я очки. Смотри, руки в сторону сделаю. А, ну типа на стадии. Ага, лети, прикинь. Вылетаю. Смотри, какая высота. Слушай, как романтично. Ну, блин, смешно, ну какой титаник. Какой-то сжавый, какой-то, не знаю, в помойке сидим. Короче, это был не сюрприз. Не, ну так чисто я повеселилась. Чуть-чуть настроение мое поднялось. Что, тебе понравилось? Очень-очень, с впечатлением. У меня шорта пересохла. Ну что, теперь в парк? В парк. Давай, Року. Пошли. Пошли. Ты рада? Очень. Тренировка с Алексеем перестала быть томной. Для жены Алены. Я, короче, больше делать не буду, понял? Ну, естественно. Теперь мы будем сидеть и смотреть на порт. Да мне здесь больше нравится, понимаешь? Ну, ты можешь остаться здесь, я не против. Вопрос-то в чем? В чем? Вот, попа красивая, давай. Конечно, красивая. Ой, мужики вошли, фу. Короче, тренер из себя, не знаю. Ну и стихи какая-то. Так, девчонки, продолжаем, продолжаем. Мне очень обидно, когда он говорит, вот это попа орех, вот это попа вот такая, а у тебя она вот такая. Тебя она сама сломала. Это мнение меня, в принципе, не интересует, но не нужно его озвучивать при всех. Ну, я согласен. Типа мужик комплименты делать не умеет. Типа, на самом деле, ее унижает. Ее это задевает. Ну, она тоже характер такой. А чуваку, наверное, просто обидно. Думает, бля, я для нее Порш арендовал. Порш новый. И ничего ночью не было. Ну, бля. Я сама знаю, когда мне тренироваться, и сама знаю, что с собой делать. Меня моя фигура, как я говорила, полностью устраивает. А здоровье устраивает? Такий муж Василий продолжил удивлять Яну. Ну, че, Вась, как тебе понравилось? Классно вообще, погуляли, покатались. Ой, знаешь, как ты аппетитно гуляла. Ты не хочешь кушать? Я попрям. Тебя так и не покормил. Пойдем покушаем. Не встал. А тебя нету. Мужик должен постоянно водить утром, в обед и вечером по ресторанам. Я же ведь не дойная какая-то корова. Деньги когда-то имеет свойство заканчиваться. Ну, вот ты потеряла ключи, я платил это. Патрульный ресторан, но я же не миллионер. Он очень не продается. Ну, давай, наверное, мы... Дома приготовим, да? Попадем домой, в хорошую обстановку. Вместе приготовим. Все-таки он жмот. Немного остыв. То есть, если у тебя нету денег, то это значит, что у тебя просто деньги не закончились, а ты просто жмот, понимаешь? Как бы жмот, жмотяра, бля. Че ты мне не можешь мне месяц и дядь скупить? Не потому, что ты мало зарабатываешь. Что ж ты жмот? Жлобых. Рук от друга и от тренировки, одиночка Алексей повел жену Алену на примирительную прогулку. Губатая, губатая. Самый такой крутейший парк Коснодара. Нет, здесь реально красиво. Я сам себя офигеваю. Думаю, блин. Спасибо, красота. Я здесь в первый раз. Опачки, давай-ка. Давай. Ну, пойдем. Так приятно. Короче, муж со мной сюда не ходит, представляешь? Ну ладно. Мы доходим только до входа. И обязательно у нас какая-то ссора, какой-то скандал. Мы просто с ним разворачиваемся и уходим. На романтической прогулке я очень бы хотела, чтобы вместо Алексея был мой муж. Я очень хочу, чтобы от моего мужа были знаки внимания и романтика. Сначала я ему намекаю. Он не понимает. Я ему уже впрямую говорю. Он абсолютно спокоен, ему ничего не нужно. Ему комфортно прийти домой и просто залезть в телефон и начать играть. О, смотри, Алексей, это же шар желаний. Да ладно? Слышал о таком? Да. Ты знаешь, можно что тут сделать? Просто вот так берешь, вот так, ручки прикладываешь. И что, реально это может исполниться? Ну, говорят, что все исполняется. Да ладно, да, да. Загадываем, ну ты что? Я первая? Давай. Я очень хочу быть любимой своим, дорогим, любимым мужем. Чувак думал, что тут вообще делаю, блядь. Нахрен, я вот сейчас с ним время провожу. Он говорит, хочет быть с мужем. А я тут зачем? Ну все, другое. Больше обращал внимания и делал мне романтиков. И вообще, чтобы он любил меня. А я загадаю, чтобы ты была счастливой. Спасибо. Спасибо большое. Меня тронуло то, что Алексей загадал желание, чтобы я была счастлива. Потому что от него я этого вообще ждать не могла. Слушай, у меня как деживер. Реально, как в Париже, да? Ты была за границей? Была в Париже вообще? Конечно. Да ладно. У меня есть... Мечта побывать в Париже. В городе Романтик. Там очень вот эта башня. Я просто ее очень хочу. Я очень хочу туда с мужем. Таите, Таите. Посмотри, попробуй пофантазировать сейчас. Представь, что сейчас ты в Париже. Просто закрой глаза. И помечтай, да. Как красиво там. Как бы ты хотел оказаться. Сейчас чувак достает такую штуку, которую усыпляет. Помечтай, помечтай. Видишь Париж. Как эта штука, напишите, в комментариях называется? Хлара, я не помню. Вы поняли, да? Которые вот бывает тряпочку мочат и потом. Сегодня я почувствовала себя женщиной. И на самом деле очень приятно получать от любого мужчины комплименты. Это всегда приятно каждой девушке. Я бы хотела просто все комплименты и все действия, все ухаживания получать от своего мужа. Ты уже задолбала. Муж, муж. А это тебе. Так милюмишно. Спасибо. Спасибо тебе большое, просто большое. Видно, что Алена особо не избалована подарками. Но мне нравится улыбающаяся Алена. Поэтому я сделал сюрприз, чтобы ее улыбка была еще лучшизарнее. Будешь вспоминать обо мне вечерами? Мам, спасибо тебе большое. Алексей, какой же ты милый, хороший человек. Алена стала помягче. Я все-таки считаю, что находящийся рядом мужчина с женщиной влияет на поведение девушки. Естественно, она поменялась. Ей нужен мужик, который немножко будет руководить уже ей. Да, ну, как бы, вариантов есть много. Сильный, уверенный, лысые. Они реально вот как-то вот, ну, более уверенно руководят. Вот тогда, мне кажется, получится какой-то союз и семья. Леш, спасибо тебе большое. На самом деле, это самый, ну, вечер. Я не знаю, просто счастье у меня. Ну, ты видишь, как я расцвела, да? Спасибо тебе. Мне приятно, что я хоть на день, но сделал тебя счастливой. Спасибо. Слушай, а так сейчас у меня режим. У тебя тоже. Все. Снова? Ладно. Тем временем, муж Василий, заведенный фотографией жены, еще с утра принялся кашеварить для Яны. Что это такое? Яна! Да. Сейчас какое блюдо будет. Да? Да. Обоссышься. Главное, чтобы я потом... Блядь. Прям ты, конечно, комплимент сделал. Сейчас будет такое обоссыся, понимаете? То есть, это невкусно будет, вкусняк. Просто обоссыся, блядь. Главное, чтобы не обосралась, блядь. Я весь вечер в туле сми просидела, блядь. Блин, это суси. Я тебе отвечаю. Я? Да. Я уже у меня уже все готово. Смотри, у меня тоже почти все готово. Красивенько. Так, все сделаем. Культурненько. Сейчас все слипнется-то. Так, все. Выключаем. Пожалуйста. Это тебе. Выглядит аппетитно. Ну что, можно пробовать? Да. Я посмотрю на тебя. Понравится тебе это или нет? Ммм, ваше. Вкусно. Я смотрю в шоке. А ты все ресторан, ресторан. Накормив Яну пастой с морскими гадами, муж Василий наслаждался достигнутым эффектом. Морскими гадами. Но к ним постучали. На этот раз это было видео. О, давай, глянь. Не увидев ответной реакции мужа на свои провокационные фото, жена Алена с одиночкой Алексеем продолжили и Васю дразнить. Ты решил поваляться там? Да ну, ммм. А что такое интересное? Спокойно, спокойно. Да ну, ммм. Вообще, ты рыбишь понеднее? А нахрена она это делает? Да. Поиграем всем уже? Ну, блин, значит, она... Это ж *** какой-то она. Я не знаю, что в этой ситуации делать. *** может их обоих день в темном переулке. Завтра же, по идее, ты с ней увидишься. Подводим итоги, да? Я думаю, будет тебе момент все и высказать ей. Да, *** тебя ведет? Какой там высказать? Взять *** сковородку, *** их *** обоих. Ну, это же не решение, Вась, ты понимаешь? Ну, как не решение? Решение. А потом он в таких вот новостях показывает. *** муж ревнивый перегрел стулом жену, бля. Я не понимаю, но, знаешь, я тоже вот это вот не собираюсь здесь выслушивать. Нет, не выслушивать, *** в свою комнату. Ты вообще, а *** так со мной общаться? Ну, а что ты сидишь, как тупая здесь? Ты сегодня будешь с вами не на диване, а на коврике. Вот там, туда, вообще баба одинаковая. Да, я был неправ, там, я в отношении Яны, то, что сказал грубые слова, там, сматерился. Но, в целом, Яна сама тоже, это самое, зацепилась. Свой нос, как бы сказать, не туда засунула. Я не люблю, когда надо мной смеются. Я не клоун. Я сразу ножом лезу, бля. Что ты хочешь? О чем? Я уже выслушал, знаешь, мне вот это твои какие-то ***. Я не хотел тебя обидеть, извини. Я тебе еще раз повторяю, завтра с ней встретишься и хоть сделай с ней все, что угодно. Мне это не нужно. Все, Вась, иди отдыхай, серьезно. На, давай. Все равно себе баба. Опа. Я в душе. А жена Алены... Ой, 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 я в душе, но дверь не закрываю. Мы бежонок. С одиночкой Алексеем, похоже, заигрались. Доброе утро. На утро четвертого дня муж Василий проснулся сразу... Это та, которая говорила, бля, загадывай быть со своим мужем. Я в душе. В интересном настроении. И дверь открыта, бля. Слушай, сегодня такой день у меня, я сегодня с женой встречаюсь. Сегодня надо так сделать, короче, так, блин. Чтобы ты такая вообще просто сияла. Ты можешь это сделать? Да я поняла тебя, Вась, хорошо, я поняла. Блин, ты просто меня так икрашил. Ну давай тогда я сейчас... А на косметику? Соберусь от... В смысле в порядок? Ты даже, бля, это, косметику не смываешь. Просто опухшая, накрашенная баба. Жесть какая-то. Ты, ну, ты понимаешь, да? Организуй завтрак. Пушистик, с добрым утром вставай. Пушистик. У меня для тебя сюрприз. Пушистик. Такой же приятный, наверное, как вчера. Браслетик. Ну, не, не, не только браслетик. Так, давай вставай. Проверим результаты нашей работы с тобой. Ничего себе, посмотри, посмотри. Три дня, минус два килограмма шестьсот грамм. Ты же тебе сказала, что у меня хороший вес. Посмотри-ка. Спасибо. Вот он, питание, тренировочки, все. И ты опять красавица, посмотри-ка. Спасибо. Да, седва килограмма сбросила. Все, ты худышка. Молодец. Идем бургеры сожрем, бля. Ладно, я спать. Какой спать? Чего? Тренировки, тренировки, режим. Умываемся, тренировочка, зарядка. И день все снова опять пошел у нас по-новой. Яна, готов твой завтрак. Папа, ты опять со своими булками? Очень молоко. Ну, не хочешь какой-нибудь? Да ладно, ты не справи. Ты что, созвонился там? Где, какое место, где мы встречаемся? Ах, мне жить надо. Ну, тогда живи, живи. Да я нервничаю просто, понимаешь, нервничаю. У меня все из рук валится. Я даже завтрак готов приготовлю. На четвертый день проекта супруги должны созвониться, чтобы договориться о двойном свидании. Алло. Слушай, блин, давай встретимся. Ну, ты сама знаешь, где. Давай встретимся там, шашлычка. Пожалуйста, только не ругайся, ладно? Не буду ругаться вообще. Не будешь? Не переживай. Я очень добрая девочка. Давай, пока. Все, давай, пока. Судя по интонации жены Алены, встреча обещает быть незабываемой. Для Васи. Все, встреча. Все, Вась, давай последний штрих, а то нам уже пора. Вася, Буга, в костюме. Да ладно, расслабься ты. Что ты как в первое свидание идешь? А машину так не одалжишь, правильно? Сейчас твоя жена просто вообще обалдеет, когда тебя увидит. Давай, одеваемся. Ну что? Готов? Погнали. Порвем. Пришло время двойного свидания. Супруги Семикины договорились встретиться в условленном месте. Так, отца на руке нету. Уча, Вась. Да нет, что, к отца не будем. Уже не надо. Потом у меня что-то это самое, какой-то мандрат такой нехороший. Насколько предчувствие Василия оправдается? Леха, смотри. Это моя машина, с***. Да ладно, да? Да. Она открыта. А что там, пресс? Подожди. Леша. Вот так вот. Что-то бабское. Они спали там. А я думаю, весь экшен-то сейчас и начнется. То есть это, завести Алену, это минутное дело. Сейчас будет Mortal Kombat. Бабу свою пред... Не трогай меня. Меня трогать. Не надо, я сказала, б***ь. Господи, как она подорванная. Блин, она психически тоже неуравновешенная. Я испытал шок. Хотел поговорить сначала с Алексеем, чтобы не вступать с ним в конфликт. И сразу же с Аленой. Но Алена перехватила инициативу и начала сразу первая. Я не буду общаться. Спокойно, я сказал. Да мне, б***ь, что ты сказал. Я тебя упрашивать больше не буду. Да не надо меня упрашивать. Деткаешься. Ах, ты меня еще будешь трогать. Да у меня вообще были первые мысли, что беги, Вася, беги. Как бы тут ловить-то нечего. Давай, стук. Вася, тихо. Попробуй, б***ь. Попробуй. Я эту тварь, б***ь, убью. Еще и на меня. Бля, больная. Ты меня убрала. Абсолютно не типаж моего мужа. Как он с ней жил, я не понимаю. Я ее увидела, короче, и не впечатлила на меня. Ты че, кончила? Же. Что ли, б***ь? Я тебя сейчас, б***ь, порну. Я тебя сейчас, б***ь, порну. Я тебя сейчас, б***ь, ты не представляешь, мама. Я в мою машину, б***ь, на мою машину села. Я тебе просто кончу. Быдло Алена. Что такое? А почему же не котенок-медвежонок? Почему же быдло Алена? Она опять появилась. Я думаю, это из нее не уйдет никогда. Я не знаю, как Вася с ней вообще живет. Я не знаю, у нее даже она же разговаривать не может. Ну че, кто на кнопку play нажимать будет? Жесть. Сейчас дальше будет продолжение. Я за рулем, значит, это не шампанское. У нас вообще пп. Ты дальше смотришь. Значит, ты посмотри-то лучше. Он не целовал, б***ь, подключает тебя. Еще бы. Ах ты, стоять. А это че было? Погоди, б***ь. Это ты была, да. Ты, кстати, девочка, знаешь, что это моя машина. Ты как бы на***ь пойдешь вместе с ним. И не с моей машиной. Давай тебя смотрим до конца. Ну, не еб***ь себе. Ты мне делал романтик стоять. Ты мне романтик делал. А это кобыли сразу романтичал. Божикана больная баба. Ты забит. Автор к постели. Ты не обожралась? Бананчики любишь? Че ты еще не любишь, а? Яйца ты любишь? Посмотри, посмотри. Просто посмотрите, у нее проблема, ну, жесткая, с психикой. У нее там просто сейчас контакты горят, понимаете? У нее тут уже фаза на ноль упала. Короткое замыкание идет. В парке ты гулял, миг? Нихуя. В парке, б***ь. В смысле? В парке. Ты, ты смотри на него, б***ь. Себе есть. Ты меня туда сводил, хуй трах. В парке ты гулял. Мне подарочек подарил, ты видишь? Ты в парке? А мне подарочек подарил. А ты рот. Ну, это хорошо. Божикана больная. Когда ты мне дарил последний раз этот подарок? Чувак, ну вам не по пути, двоим. Это же, что подруги мужчины. Да не вопрос, вот смотри, смотри. Туда. Титаник, Титаник пошел, видишь? Титаник. Я понимаю, если бы у тебя Титаник нормальный был. Вот это любовь, я понимаю. Это уровень твой, девочка. Да он со мной не ездит. Да, 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 да. Ну, а что ты? А тебе ты че? Глаза отверни. Что скажешь? Ты меня изменила? За 16 лет совместной жизни ты меня спрашиваешь, изменила ли я тебе? Вот это означает, сколько внимания ты мне уделял. Сто пудово изменила. Я пошла и изменила. С первым встречным, б***ь, и прыгнула в постель, да? Все здесь? Я никогда не давала поводу своему мужу сомневаться во мне. Ну, вот ты смотри, что до скандала дошло. До скандала дошло? Да я, как ты с другой ковыла, легко вообще ведешься, понимаешь? Боже, как намерся. Вообще, я просто в шоке. Чего тебе не хватает внашек? Я из тобой буду хорошо обвести. Будешь, теперь ты будешь. Если ты перестанешь скандалить. Я перестану, я никогда не перестану скандалить. Все изменится к лучшему. Тебя хоть это как-то вообще взбудоражило? У тебя что-то ум-то какой-то там проснулся, что надо делать? То есть, вот смотри, я тебе отсылала фотографии. Мы с Алексеем фотографировались специально, чтобы тебя хоть как-то вывести на эмоцию. Не было никакой реакции. Тебя это вообще не цепляет? Цепляет. Вот. Ну, я не могу ничего с этим поделать. Вот реально, с твоим поведением. Ты вот сама себе хозяин, понимаешь? Угу. И твоими поведениями, и твоими эмоциями я не могу управлять. Я бы на месте Васи давно уже сделал ноги. Я не могу. И тут, как бы, как ни странно, я поддерживаю его. Путия перевоспитать. Да не надо меня перевоспитывать. Ты просто любить начни меня так, как я хочу, понимаешь? Ты любовь от меня требуешь. Хочешь, чтобы это происходило каждый день? Постоянно. Лысый думает, слава тебе, господи, что это закончилось, что у меня такой бабы не было. Да я звоню тебе. Ты должен не то, что трубку брать. Ты просто должен... Милая, я тебя люблю, обожаю. Алёна, давай, я тебя люблю. Слушай, по-моему, здесь ты был лишний. Я тоже так думаю. Не трогай меня. Возьми меня на том столе, блядь, в этих кабачках, блядь. Отжарь меня, как эту курицу, блядь. Пойдём и сволим, дай. Блядь. Буду тебя любить вечно. У моего мужа, конечно, очень много минусов. Но никакие минусы... Не перекроет его плюс, блядь, с яйцами Чингисхана, блядь. Вы видели? А, не показали, да? Там такие, ребята. Вот такой, блядь. А как вы меня на кабачках отжарили? Это, конечно, не вставили. Ресторан закрыли после нас. Не могут никак сравниться с тем, что он мой родной. Я его люблю. 16 лет назад я его любила. Вот первый раз. Мне нужно внимание. Бля. Твою мать, боже мой, бля. Что это было, бля? Что это такое? О, боже мой. Привет. Привет. Ты знаешь, я очень много думал об этом. Но я хотел сделать тебе кое-какое предложение. Ты чувствуешь? Я хочу, чтобы ты стала моей женой снова. Стоп, стоп, подожди. Есть только одно условие. Если я стану объектом твоей любви и внимания, тогда я готова дойти с тобой до ЗАГСа. За компьютер я больше не сяду. Это правда? Это правда. Но если я тебя увижу еще раз за компьютером, то до ЗАГСа мы не дойдем. Обещаю. Люблю тебя. Пошли. Ну ты, чувак, меняйся, а я и так болей. Засаселся еще и отпилишь. Да, помогай. Идем. Я уже давно хочу тебя засадить. Не хочешь меня тут отшпилить, блядь, на улице? Ну, засосешь меня, а? Давай мы тут сделаем с тобой Чунгачанову, блядь. Нормально? Ну где ты, может, не отшпилишь уже? Пошли. Может, сегодня? Может, сейчас? Блядь. У меня нет слов, блядь, концовка, конечно, такая, ребят. Просто сейчас там на площади отшпиля, это вообще будет. Прям на всю оставшуюся жизнь запомнится. Ну, ребят, вот такой вот получился выпуск. Немножко разведены. Да, очень жарко. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Не будьте пропускать все будущие ролики. Там все обсуждаю, рассказываю, что нас ждет. И с радостью прочитаю ваши комментарии. А с вами был Андрей Чент. Увидимся в новых выпусках, немножко разведенной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok